Уже в нескольких домах центрального района Читы жители столкнулись с перебоями газоснабжения. Сотрудники Чита Ублгаза говорят, что этой зимой аварийные выезды практически ежедневно. Да, достаточно много случаев, но все проблемы мы устраняем в тот же день, когда они возникают. При аномально низких температурах, ниже 38-37 градусов, испарение газа прекращается и образуется низкое давление в газопроводах и бочках, резервуарах. В связи с этим выезжают наши специалисты на автомобилях, доливаем газ, чтобы поднять давление, устраняем пробки, которые образуются в связи с низким давлением и запускаем газ. Модернизация газовых систем, которые обеспечивают дома четинцев, увы, очень дорогой проект. И пока реальные перспективы в поддержании функциональности того, что есть. Но даже в этом случае препятствием может стать человеческий фактор. Кроме проблем, которые у нас возникают в связи с низкими температурами, возникают еще проблемы, связанные с труднодоступностью подъезда наших автомобилей к групповым резервуарным установкам, что вызвано оставлением личных автомобилей вокруг резервуарных установок. Поэтому очень много времени может уйти на поиск владельцев и обеспечение доступа к этим установкам. «Согласно постановлению правительства, 1 января 2021 года нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами, а также, если они не прошли должное техническое обслуживание. В целях предосторожности не рекомендуется размещать газовые приборы рядом с мебелью на расстоянии меньше полуметра». Юлиан Тимофеев, Константин Васильев, РТК Забайкалья